Средства из федерального бюджета В Нижнеудинске проведён капремонт районной больницы. Обязательно посмотрим сегодня эти объекты. Подчеркну, всё это крайне необходимо людям для нормальной жизни. Прошу ответственных должностных лиц внимательно следить, чтобы все намеченные социальные объекты вводились в строй строго по графику. Давайте приступим к работе. Слово Игоря Ивановича Кобзова. Пожалуйста, Игорь Иванович. Уважаемый Владимир Владимирович, согласно вашему поручению, Иркутская область в полном объёме исполнила обязательства по предоставлению мер социальной поддержки граждан на оказание единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества. А это свыше 47 тысяч человек. На данные цели за счёт средств федерального бюджета было направлено 2,6 миллиарда рублей. Сегодня мы понимаем и видим, что обращения от граждан полностью отсутствуют на пострадавших территориях. По состоянию на сегодняшний день 7 810 помещений признано непригодными для проживания. На обеспечение жильём выделено около 17 миллиардов рублей из федерального бюджета и более 4 миллиардов рублей из областного. Вместе с тем 222 семьи не реализовали своё право на поддержку. Сегодня эти семьи дожидаются окончания строительства домов или приобретения жилья уже на вторичном рынке. Эту работу мы планируем завершить до конца года. Хотелось бы обратить внимание на то, что мы провели повторное обследование домов и ещё 475 семей подтвердили право на поддержку в текущем году. На 1 сентября 2020 года уже введены в эксплуатацию 5 новоквартирных домов на 116 квартир. Сдано 67 индивидуальных жилых домов. Мы сегодня присутствовали вместе на новоселье. Сегодня в этом году 879 семей получат долгожданное своё жильё. Что касается капитального ремонта жилых помещений. Сегодня 75% помещений уже отремонтированы. Остальные работы мы завершим до 30 ноября 2020 года. И общее количество уже составит 2598 жилых помещений. И на эти цели из федерального бюджета уже выделено 585 миллионов рублей. Продолжение следует...